Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM. Сайт наш, я напоминаю, эхокирова.ру. Пожалуйста, пишите. Мы следим в процессе эфира. Ну и, конечно, у нас есть множество вопросов, которые мы планируем обсудить с Мариной Сергеевной сами. Наверное, всё-таки я начну не с политики, хотя политические темы у нас сегодня с вами тоже будут. Начну я с трагедии выходного дня, с крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье. И с предложением Ольги Сыкчиной, депутата законодательного собрания УТЛДПР, о проверке, комплексной проверке Кировского аэропорта Победилова. Не секрет, и мы об этом говорили в нашей студии, что борт, который разбился, неоднократно прилетал в Киров. И многие наши знакомые летели на нём 10-го числа. То есть 10-го был рейс Москва-Киров-Киров-Москва. И люди, конечно, сейчас находятся в состоянии тяжёлом достаточно, потому что они понимают, какая трагедия могла бы произойти. И произошла. И произошла, но не в Кировской области. Ну вот надо, наверное, каким-то образом подумать, что будет происходить дальше. То есть пока, по крайней мере, о проверке Победилова не заявлялось. Ну вот видите, у депутата требования есть. Ну вот так волей и судеб я немного связана с авиацией, поскольку занималась парашютным спортом система ДСАФ. И могу сказать, мы не сравниваем даже Россию, а весь Советский Союз. Вот если происходило какое-то ЧП в системе ДСАФ, в лётном составили самолётное, вертолётное, планерное, парашютное, прыжки полёта закрывались по всему Советскому Союзу. До той поры, пока не была выяснена причина произошедшего ЧП. Вот на сегодня, когда говорят, надо посмотреть, я слышала комментарии опытных лётчиков, технику обслуживают и так далее, ведь до конца не могут ещё сказать, в чём причина произошедшего. Кто-то говорит, нет, но лётчики, что если это, как сказать, причина экстренная, то есть лётчики никогда вертикально самолёт не мог бы воткнуться в землю. Я не лётчик, я не могу об этом судить. То есть мнения очень противоречивые. Поэтому я не за то, чтобы замалчивать, спасибо Богу, значит, наоборот, должна быть комплексная проверка без всяких утаиваний. Ведь здесь очень коммерческая основа. Нет, ну по этому случаю понятно. И понятно, конечно, что по авиакомпании тоже, и она будет. Но вот надо ли проверять все аэропорты, в которые летали и где принимали борт саратовских авиалиний? Наверное, прежде всего, это будет претензия, если это техническая составляющая причина в этом. А кто-то говорит, что по регламенту через каждые, там, по-моему, 350 часов налёта должна быть проверка, там, замена всех, да, комплектурую. Ну, я имею в виду масел там и так далее. Не буду вдаваться в подробности, дилетант в этом. Кто-то говорит, что там было нарушено. Но для этого ведь есть контролирующие службы. Вот как у нас Роспотребнадзор, Росздравнадзор и другие органы, которые должны были следить, как сроки МЧС и прочее, которые должны проверять в определённые сроки, как исполняется, в каком состоянии находится оборудование и так далее. Наверное, и они сейчас должны, так сказать, независимые, чтобы никто друг друга не покрывал. У нас, как помните, было в Перми, по-моему, да, там сгорело вот кафе. Да, там и лошадь. Да, 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 что все проверяющие, там все отметки, а фактически были нарушены все правила. Поэтому вот спешка проверять надо и контролировать надо. И здесь не должно быть никаких там раз в три года или ещё каких-то сроков, да, как некоторые устанавливают для предпринимателей. Здесь о судьбе тысяч людей идёт, о жизни тысяч людей. Вопрос, поэтому проверка, ну, как сказать, реакция правильная. У людей вопрос возникает, кто должен это проверить. Дайте нам обоснование, насколько его примут, что это, в чём причина. Кто допустил, что такие самолёты сидело в техническом состоянии или в нарушении регламентных работ, там, планово-предупредительные ремонты и так далее, да, которые существуют. То есть нужна причина, не эмоции. Но аэропорт-то наш ведь здесь ни при чём, как я понимаю. Всё-таки, наверное, в аэропорту вылет и сидят за состоянием самолёта. А вы видите, я как раз по аэропорт и не говорю. Да, да, да. Я говорю о владельцах этих воздушных судов, о тех, кто должен проверять эту технику, соблюдать, чтобы регламентные работы проводились вовремя, не переносили. Потому что сомневаться в опытности лётчиков, которые вели. Ну, давайте так. Вот у нас водители многих транспортных средств, общественный транспорт в Кирове. Мы порой видим, на каких пазиках перевозят пассажиров. У них все в кружевах, ржавых. И, так сказать, проходят ли они достаточный мета-осмотр, когда они там курят, очень, так сказать, или возбуждённые. Речь идёт прежде всего о контроле любой техники. Поэтому начальный этап, причина, проверка, насколько регламентные, ещё раз повторю, планово-предупредительные и другие все работы совершались. Проверять аэропорт – это уже будет следующее звено. Но нужно. Насколько? Ну, я думаю, я говорю о последовательности. Известна причина регламентная, так сказать, да, насколько они соблюдались во всех аэропортах, которые принимали эти воздушные суда. Конечно, лучше всего, я думаю, вам такой бы комментарий дал лётчик, кто сам непосредственно. Таких у меня много знакомых, наверное, они ещё прокомментируют. А я, в свою очередь, сразу же отправила соболезнования. У нас на заводе «Первого мая» работали, например, Денисова Людмила, она из Орска. И там практически город гораздо меньше, чем Киров. Двести, по-моему, тысячи. Да, да, да. Поэтому у нас в Кирове, говорят, через каждый седьмой уже почти чуть ли не родственник, а там, естественно. Поэтому это наша боль. И тут должен быть очень честный, так сказать, разбор полётов, чтобы понять и не допустить какого-то повторения. Ещё один вопрос намерена Ольга Сыкчина задать уже министру транспорта Михаилу Поршневу. Она собирается спросить его вот о чём. Чемьяк-42 и Эмбраер-190 лучше Ан-148? Я напомню, да, разбившийся борт, ему, по-моему, было 8 лет. Восьмой год шёл до эксплуатации. Вот, яки, которые летают в компании «Саратовские авиалинии», они, к сожалению, по возрасту значительно старше. Судя по данным Википедии, там, ну, в районе 30 лет эксплуатации уже. Вот, Эмбраеры, конечно, там около 10 лет. Вчера в нашем эфире Олег Кочкин, президент «Фятка Авиа», говорил о том, что, да, если всё-таки есть допуск, да, у борт, и он проверен, значит, он может летать, неважно там, какой возраст. Значит, эксплуатировался правильно, ремонтировался вовремя, машины долго живут. Вот, чем лучше такой вместо этого? Ну, то есть, я так понимаю, подтекст вопроса может вообще отменить рейсы, «Саратовских авиалиний», но мы тогда останемся без сообщения с Москвой. Практически. Нет человека, нет проблемы, это примерно то же самое. Дело в том, что воздушные суда, они проходят и капитальный ремонт, плановый предупредительный ремонт, если есть необходимость замены. Там существуют по тактико-техническим данным показатели, какой срок, так сказать, даётся на эксплуатацию того или иного. Есть. Да, и под этим кто-то ставит подпись. Поэтому надо просто похворить советское качество, что если эти самолёты имеют допуск для полётов. Поэтому, я думаю, здесь ответ, вы знаете, иногда конструкторские просчёты, я не к этой данной случае, вот ЧП имею в виду, да, они проявляются очень поздно. Ну вот на Ан-2 почему мы не можем? Потому что, да, при определённых погодных условиях может начаться обледенение. Это известно. А вот когда такое новое воздушное судно, о котором, да, вот в стуке срок 8-10 лет, это очень небольшой срок эксплуатации. Ещё не все проблемы выявили, да? Да, здесь и такой какой-то вариант может быть. Поэтому тут будут работать, я считаю, многие службы, и конструкторские бюро, и производители, и так далее. К сожалению, жизнь, вот эти коррективы, недаром говорят, что все инструкции кровью написаны. Ну, в общем, яки пусть летают, главное, чтобы контролировали вовремя, ремонтировали, если вдруг что-то не то. Если ответственность за свою подпись, когда ты даёшь, да, добро на полёт. Надо понимать, что это человеческие жизни. Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского горкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Пятого созыва в нашем эфире. Сделаем небольшую паузу и вернёмся. Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского горкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Пятого созыва в нашей студии. Мы продолжаем. Ну, давайте всё-таки к политической теме перейдём. Есть вопрос, который я хотела бы вам задать. Телеграм-канал Кировский Шептун пишет о том, как поссорились Сергей Павлинович Мамаев с Анатолием Михайловичем Чуриным. Ну, по крайней мере, делает предположение. Значит, я просто цитирую. Главный кировский коммунист Сергей Мамаев начал очередной крестовый поход против семьи Чуриных. Если раньше его объектом критики был Чурин-младший, ныне первый зампред правительства областного, то теперь под раздачу попал коллега Сергея Павлиновича по фракции КПРФ Чурин-старший. Ну и, собственно, там достаточно длинный такой текст. Вот. И, собственно, высказывается предположение, что может быть причиной. Якобы Сергея Павлиновича Мамаева могут снять с руководства фракции, не знаю, может быть, даже отделением КПРФ Кировской области, вот, и заменить его на Анатолия Михайловича Чурина в случае не очень хорошего результата на президентских выборах кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Вы что-то слышали об этом? Знаете, вот если кто там шепчется, шепчется, и так сказать, на ушко кому-то и так далее. Сегодня настолько много всевозможной грязи льётся, в том числе и в того же Грудинина, но даже не даёт возможности высказаться. Я знаю, что Сергей Павлинович участвует в ваших передачах, вы можете ему непосредственно вопрос задать. Да, потому что, так сказать, в мысли забираться или предположение, это не в моей практике и журналистской. Я всегда напрямую спрашиваю человека самого, его мнение. В этом меня немножко насмешило, когда, значит, сказали, что Чурин Анатолий Михайлович может занять место руководителя регионального отделения КПРФ. Но Анатолий Михайлович не член КПРФ, поэтому даже в этом уже существует ляп очередной, когда вот что-то желаемое для кого-то пытаются выдать за реальное. Марина Сергеевна, а долго занимает процедура? Я просто на всякий случай спрошу, если захочет человек вступить в КПРФ. В принципе, если он восстанавливается, это может быть и не очень долго. Восстанавливается после Советского Союза, имеется в виду? Нет, если он сохранил паркбилет члена КПСС и захотел бы восстановиться в коммунистической партии. Да, процесс это может быть и недолгий. У нас нет, к сожалению, сейчас кандидатского стажа, но решение принимается на общем собрании. И в данном случае могут человеку и отказать в этом восстановлении, если по каким-то объективным показателям, о которых коммунисты могут сказать, может быть и отказ. Так, то есть Анатолий Чурин не член КПРФ пока? А еще? Дальше. Значит, о том, что кто-то может Сергея Павленовича снять с руководителя фракции ЗЭС, значит, у нас же там коммунисты есть, и в данном случае это подтверждается, и Бюро рекомендовало кому возглавить фракцию КПРФ. Поэтому кто-то так со стороны или еще это сделать не сможет. Нужно просто сначала было бы разобраться в этой теме, прежде чем нашептать, так сказать, через скважину там подсмотрено или еще что-то. Ну, телеграм-каналы, они этим славятся. Они сначала информационный полот выбрасывают, а потом журналисты их разрабатывают. Вы знаете, ну, журналисты, я думаю, это, скорее всего, люди, которые работают в СМИ, потому что журналистки — это уровень, и слово само журналист, который не поддается на какие-то слухи, и прежде чем озвучить или написать, он найдет два-три канала, чтобы проверить, так или нет, чтобы не вводить в заблуждение своих читателей, телезрителей и радиослушателей. Так, а конфликт какой-то, о котором пишет все-таки Кировский Шептун? Ну, вот надо спросить, да, вот знаете, так сказать, что там в какую-то туда подключал, я не могу об этом сказать. Для меня показатель, вот чтобы разобраться в этой ситуации, и хорошо, что это в законодательном собрании, сейчас в городской думе здесь сделано, когда можно по протоколу голосования посмотреть. Да, во фракции существует правило, если ты член фракции нашей, это, в общем-то, и во всех других фракциях, коллегиально принимается решение с позицией, раз они выдвинуты от компартии все, соблюдать наши, как бы, программные установки. Ну, дисциплины. Дисциплины, как в любой партии, да, но не во всех там соблюдается. Поэтому по итогам голосования мы должны смотреть. Мы не голосуем за такой бюджет, который настроен не на развитие, а на выживание. Еще ряд позиций, когда мы говорим, что нельзя там распродавать собственность, которая принадлежит, значит, муниципалитету или области, и приносит доход. И ряд других позиций, я не буду сейчас в это вдаваться. И здесь контроль следующий, видно, кто как проголосовал. И вот если будут претензии к кому-то еще на фракции, которые прошли по спискам партий, наверное, их могут исключить. Я говорю это обо всех фракциях. Исключить из фракции. Ну и, наверное, так сказать, все-таки предложить сдать мандат, это было бы честно. Если ты не собираешься соблюдать те правила, когда ты шел в кандидаты, тебя никто, так сказать, не дергал, не звал. Ты знал. То есть мы всегда договариваемся, как и все партии на этом берегу, что вот наша программа, программа КПРФ не менялась. Она сейчас там 10 шагов, которые на Орловском форуме экономическом были приняты и так далее. Они все действующие. Но если человек отказывается, я считаю честно, вы знаете, я заблуждался. Я не думал, что, так сказать, вот это очень принципиально. Я там, может быть, производственник, на меня там пытаются повлиять. А это есть такие влияния, обещает налоговые проверки, может быть, еще как МЧС и так далее. К сожалению, слаб человек. И было бы честно, когда просто уходит. Сдает мандат с тем, чтобы работал другой кандидат от Компартии, партии, потому что наша программа была перед нашими избирателями. Так, Марина Сергеевна, тогда у меня все-таки уточняющий вопрос. Это вот намек на то, что Анатолий Михайлович как-то неправильно голосует. Нет, я сказала про всех депутатов. Просто смотреть, следить. Конечно. И каждая партия, и мы такие имеем. Отслеживаете? Все отслеживают. Если я помню, когда в законодательном собрании какой-то вопрос, и не хватало голоса, и вдруг один из депутатов говорил, ой, извините, я вот тут запутался, не туда. Не туда поставил галочку. Да, и они переголосовывали. Так что это вот Единая Россия. Я уже не говорю. То есть это должно. Но сегодня и ядросы понимают, в какой они попали. Будем говорить, ну, в общем, так сказать, вот патовую ситуацию. Федеральный уровень, закон, к сожалению. Мы не можем отозвать этого депутата. Любая партия, которая скомпрометировала себя по какой-либо причине. Там есть уже, если уголовное дело, это уже одно. А вот если по принципиальным вопросам при голосовании, при рассмотрении вопроса, там, за какую-то кандидатуру в голосование, которую фракция данной партии не поддерживает. Ну, то есть если он не соблюдает партийную дисциплину. Вот если кратко, да. Значит, но, к сожалению, ни у одной партии нет такого права. Федеральный закон не прописывает. Как это? Даже если по спискам прошел человек? Да, именно по спискам. По одномандатникам это не действует. Да, конечно. По спискам это не действует. Это не действует и на членов УИКов, областной избирательной комиссии и ТИКов с правом решающего голоса, который находится от партии. Человек слаб человек. При проведении подсчете голосов, он был, так сказать, не то что участником, уличен, что он поспособствовал, то есть не остановил какое-то нарушение. Подписал под протоколом, который не является основанием или там правдивым. Как у вас все строго? У нас, я говорю про все партии, по идее, да? Да, я поняла, поняла. Мы тоже не имеем права его тазвать. Пять лет вот мы его предложили от партии. Пока его срок не закончится. Да, только по собственному, ну, не дай бог, там какой-то летальный исход, или по его собственному заявлению. А так как идут там небольшие финансовые какая-то поддержка, люди очень крепко некоторые держатся. И вот кому это выгодно? Есть вопрос. Федеральный закон не меняется. Хотя попытки наши неоднократные, я думаю, что, может быть, все-таки будут дозревать и остальные партии. У них тоже сейчас этих фактов немало накапливается, когда люди понимают и не дают себя использовать в каких-то целях, там, лоббирования и прочее. Так что это не только КПРФ. Это в целом, и говорить о демократических принципах тут не приходится. Если ты прошел от партии, ты должен соблюдать, да, партийную дисциплину. Ну, далеко мы, конечно, ушли от потенциально возможного конфликта. Да, но мы обязательно, конечно, Сергея Павлиныча позовем, Анатолия Михайловича позовем и спросим все-таки, так это или не так. Конечно. Да, я прошу прощения, что я так вот немножко резко оборвала. Все-таки у нас много достаточно тем. Да, время ограничено. Марина Сергеевна, ваше мнение хочется услышать по поводу пилотного проекта по обеспечению граждан социально незащищенных бесплатными дровами. Областное правительство отчиталось о том, что пилотный проект, который в прошлом году, насколько я помню, стартовал в Слободском и Слободском районе, в этом году будет продолжен. Ну, социально незащищенные граждане перечисляются на сайте правительства. Дрова в прошлом году получали инвалиды Великой Отечественной войны, участники ветераны Отечественной войны, граждане, удостоенные звания Героя Советского Союза, Герои России и Кавалеры Ордена Славы. Около 300 человек. То есть это вот речь о Слободском районе. Говорится о том, что проект продолжат. Мало того, география его, скорее всего, расширит. Ну, вот это городским жителям кажется такой, какой-то странной немножко темой. Вы знаете, я бы хотела сказать, вот когда в Законодательном собрании я как раз курировала сферу, в том числе и лесного хозяйства. И мы говорили о том, и неоднократно о том, что жители, я не говорю, там вот Малмышские или ещё уже такие лесостепи, где там практически начинаются и только лесополосы, заграждения. А в таких районах лесных, которые вот севернее Кирова находятся, восточнее, там западнее, и у них нет возможности получить дрова. Мы ездили недавно совсем в сторону Подосиновского района, в Подосиновский район и так далее. Вчера в Доровской район. Ну, вот эти, казалось бы, лесные районы. Сегодня это страшно дорогое удовольствие, чтобы заполучить горбыль там, или ещё уже не говоря о каких-то хороших берёзовых там дровах, да. Это проблема. Почему? У нас появились несколько предприятий, которые перерабатывают там на пилеты, на что там ещё, древесные стружечки, там полотнистые плиты и так далее. Ну, в общем, какое-то производство, причём много ещё и вывозится. И на дрова-то ничего не остаётся, потому что продать на предприятии – это реальные деньги, а здесь нужно какие-то социальные... То есть здесь идёт о какой-то низкосортной древесине, валежнике, там вот это вот, что можно было бы... Передавать людям, да, нуждающим, всё, условно говоря. Вот вы представьте, вот когда категории... По небольшой скорости, например. Минуточку. Вот вы перечислили категорию людей, которым всем, дай бог, уже под 90 лет и далеко за 80. Ну, для меня вообще удивительно, что они до сих пор в домах живут с печным отоплением. Ну, я могу понять, потому что ветераны или там вдов, фронтовиков, я была, ну, не помню, в каком-то из южных районов, женщина просила, вы мне помогите с дровами, да. Ну, что её представили, она вдова и так далее. Я говорю, квартиры ведь уже всем дают. Ну да, но у меня правнуки там живут. Ну это, да, бывает. Так что, да, сегодня эти люди готовы, так сказать, скромно продолжать жить, но необходимостью помощи, поэтому тут уже должны дети, уже и правнуки, наверное, нести ответственность. Но у меня вот в прошлом, в конце прошлого года, когда у нас был ветровал, мы вчера проезжали, а в июне или в июле, я могу немножко, чуть ошибиться, да? Насколько я помню, это было начало июля, это когда у мотоспорт стены упали в Кирове, у спортивного комплекса, вот этот день, да? Да, на стыке вот, да-да-да. Если ехать по направлению к Мурыгина, с левой стороны, вот эти сосны, наверное, диаметром сантиметров 25, может быть, даже больше, это вот проезжаешь, быстро не так видно. Они как карандашики все поломаны. И я задавала вопрос, почему нельзя? Во-первых, это не... ну вот вид этот страшный. Это некрасиво. Это напоминание. Та же, извините, вот слов нет, в нашем парке, ну, в Порошино. Ведь там просто идешь, и сердце кровью обливается, вот этот валежник, который вместо отдыха, и ничего там не прибрано, не убрано. Мы давно этот вопрос ставили, и вопрос стоял как раз о заготовке дров. Почему не разрешите самим жителям, там, соседям, себе, да, пусть лесничий наблюдает, там, кого кто-то отводит, отметка на этом бревне, так сказать, что вот он вывозит, это валежник сухостой, сухостой ведь его, и видно, чтобы они могли забрать. Вот в Польшу привожу пример. Там даже поощряют тех, кто помогает лес очищать. Вот если это вынесено, там распилено и так далее, и кто-то может, те же волонтеры запросто могли бы потом по укладке тех веток или еще, вот валежника, да, помочь тем же ветеранам и тем, кто нуждается малоимущим и малоспособным, будем говорить, гражданам. Вот всегда такие хорошие идеи, которые могут привлечь, где же вы раньше были, целовали с кем. Это на поверхности лежит проблема. И когда там в Нагорском и вот этих районах, да любой, проблема дрова заготовить, привезти, не по той страшной стоимости, а если вот вы не в курсе, у нас стоимость, если сейчас по 18 рублей и за кубометр как бы отпускная цена, да, для с изготовителем, то они уже перепродажат там до 500 и выше рублей. Возрастает цена. Представьте, по какой цене придется приобретать эти дрова, так называемые, да, вот валежник, не валежник, там не будет это, может быть, даже обосновываться. Дрова есть дрова, потому что выгодно. Ну, все равно выгодно, да. Ты ведь не будешь каждый смотреть, там, горбылили еще от чего, это от какого, лиственное или там, ну, хвойное. Поэтому этот вопрос, он не решался потому, что кому-то было очень выгодно получать. А продвинуть его как-то можно вот на уровне области? Во-первых, для того, чтобы продвинуть на уровне области, надо еще определяться и с лесным кодексом, в который тоже нужно вносить изменения, иначе из благих намерений человек может попасть под санкции штрафные, разрешив там что-то, не прописанное в кодексе. Звукорежиссер у нас делает страшное лицо, и я понимаю, что мы задерживаем рекламу уже на три минуты. Марина Сазонтова в нашей студии, прервемся и продолжим. Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского горкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Пятого созыва в нашей студии. Мы продолжаем. Марина Сергеевна, будем еще про дрова говорить или про Герценку уже? Давайте про Герценку. Потому что праволежники, я считаю, намеренно сдерживали решение этого вопроса. Хорошо, значит, с Герценкой ситуация тоже печальная, как мне кажется. Накануне появилась и широко обсуждалась информация о том, что в библиотеке Герцена впервые за всю ее историю, за 180 лет, нет денег на покупку новых книг. Аня, ну как же вот так? Мы же все говорят, что мы все живем лучше, все у нас стабильно и все хорошо, а вы такие факты приводите. Ну, экономят они просто, видимо, да, ну, в смысле не Герценка, а бюджет. Вот, ну, бюджет принят на три года, я так понимаю, что в течение трех лет Герценка не сможет покупать и обновлять фонды из бюджетных средств, может только из внебюджетных, внебюджетных не очень много, они идут на другие нужды и заранее были расписаны, то есть, видимо, библиотека все-таки вот к такому неожиданному подарку в кавычках не готовилась. Ну, у меня, вы знаете, вопросы, вот так бы возник, вот те, кто за такой бюджет, вот помните, мы только что перед этим говорили, да, мы никогда такой, за такой бюджет наши фракции не голосуют, потому что, видимо, люди не до конца осознают, в каких условиях сегодня находятся библиотекари, какие зарплаты у библиотекарей, это раз. И сегодня для того, чтобы выжить, и люди не забывали дорогу в библиотеку, эти библиотеки становятся центрами некой местной активности, там проводятся и семинары, и встречи, и выставки, занятия, и сказать, чтобы кто-то равнодушно проходил мимо книг, нет, кто-то возьмет почитать или из толстых журналов, потому что нет возможности книги приобретать. А они не дешевы сейчас, особенно современные такие, книги известных акторов, от 500 рублей и выше. Конечно. И забывая то, что у нас достаточно, вот я часто бываю в библиотеке Марии Григорьевны Исаковой, на профсоюзной 77, Ирина Анатольевна Чудиновских, вы знаете, ой, Смирнова прошу прощения, да, Ирина Анатольевна, вот там такой состав энтузиастов, которые используют малейшую возможность привлечь и использовать помещение, и как-то прививать людей, приучать к этому. Это, ну, вот сегодня там только энтузиасты в большинстве своём в библиотеках остались. Сказать, что их лишить ещё возможности пополнения своих библиотек, ведь Герценко это как бы у нас только... Но пополнение фондов это привлечение читателей. Нет, мы только верхушка айсберга. Если Герценко лишили такой возможности, да, она будет пополняться новыми книгами только за счёт авторов, которые обязаны, значит, контрольный экземпляр, там направить. Но это, извините, капелька в моле. Это местное, так сказать, да, издательство, ну, кто-то здесь из авторов издал. А взять, и когда говорят, что это вообще отмирание, что сейчас электронные книги... А электронные книги тоже стоят денег. А я вспоминаю, да, сейчас они тоже на платную основу, для того, чтобы загрузить свою, да, электронную книгу. И я вспоминаю десятиклассников десятой школы нашей, когда я пришла себя проверить, говорю, ребята, ну вот сейчас электронные там учебники и так далее, вот вы за какие учебники, вот книжные, которые мы привычны, или в электронном виде? Потом у студентов проверяла. Они говорят, вы знаете, если в учебнике, вот я имею в виду какие-то задачки там и так далее, это всё сойдёт. А вот то, что философия, там история, нет. Хочется подождать, как бы охватить полностью, да, и включить всё. Поэтому с одной стороны, вот когда такие принимаются решения, людей отучают читать, воспринимать, анализировать, это далеко идущее даже не только то, что их денег не даёт. Марина Сергеевна, простите, а сделать что-то можно с этим? Вот Олег Ткачёв вчера говорил, что Минкульт региональный может выйти на законодательное собрание с инициативой пересмотреть бюджет, внести поправки и добавить всё-таки каких-то денег. Насколько это реально? То есть вот вопрос в следующем. Если денег нет, их ограниченное количество, и мы даём эту часть на культуру, да, у кого-то мы эту часть отрежем, получается, у кого-то заберём. У нас, мне уже сказали, сегодня решение нищих лишается за счёт других нищих. Кстати, сегодня 14-й день дарения библиотекам книг. Книга дарения. Книга дарения, да. Поэтому особенно как-то знаково ваш вопрос звучит. Находить деньги надо. Находить деньги надо, например, от использования эффективного, например, нашей собственности, когда сдаётся в аренду, и не тогда, как вот появившиеся у нас от сенаторов, да, прихвативший вот участочек, как он хвастался по имени. Что вы тут мешаете? Это же Дворкович меня сюда привёл. И что мы видим? Эту площадку можно, наверное, было бы использовать гораздо эффективнее или находить по-другому. Парку дарца пионеров мы имеем в виду. Да, да, да. Поэтому вот здесь это вопрос. Нам нужно более умело хозяйствовать. И не там, где мы тратим деньги, там, на промо-парки или другие на инвест-проекты, по льготным ценам отдавая. Если мы говорим о социально ответственном бизнесе, может быть, и к ним обратиться сегодня. Давайте помогите Герценке на этот период, чтобы учесть там на второй год не на трёхлетку, а какое-то пополнение, чтобы было. Я думаю, надо обратиться к Торгово-промышленной палате, к Николаю Михайловичу Липатникову. В общем, обществу и бизнес, как всегда. Может быть, на этом этапе так. Более гибкое, да. Потому что более позорно, наверное, услышать на всю Россию, что у нас самую главную библиотеку области лишили такого финансирования. Да, я анонсирую всё-таки приход специалистов в Герценке. Обязательно мы постараемся заманить их в эфир. По крайней мере, выберем время для этого, чтобы люди могли прийти и рассказать, что всё-таки происходит. Ещё один вопрос, который тоже хотела с вами обсудить, и времени остаётся совсем немного. Мы его всё-таки возьмём. Фонд «Общественное мнение» провёл опрос россиян на предметах отношения к приговору экс-губернатору Кировской области Никите Белых. 26% респондентов не согласились с приговором. 7 из них назвали приговор слишком жёстким. 17 сказали, что он слишком мягкий. И около 2% опрошенных сказали, что Никита Белых не виноват. Почти половина сказали, что приговор такой, какой и ожидалось, какой они и ждали. Около тысячи человек опросили. Вы сами за какой бы вариант ответа проголосовали? Я начну, может быть, не с очень популярного. Нынешняя система правосудия у меня не вызывает никакого доверия, я скажу, к сожалению. Когда мы все с вами свидетелями того, как разбирались с миллиардами, миллионами Сердюкова, Васильева, и чем это кончилось, погрозив пальчиком, когда уже получили должности. Мы все свидетели, когда держали Березина Олега больше года, чем это всё кончилось и ради чего. И мы помним, что писали огромное количество писем в поддержку. Вы понимаете, о чём можно рассуждать? У нас потеряно доверие к нашей правовой системе действиями, которые все эти проводят. Кто-то работает честно, но вынужден выполнять какие-то указания. Давайте Сергея Павленовича Мамаева возьмём. Шайков был прокурором. Против Мамаева возбудились и возбудили уголовное дело. Якобы он там в устав районов писал фразу, которого, не утвердив на райдуме, а такого не было. Это был убытый Сергей Павленович, главой советского района. И кто знает, что они проиграли, это дело рассыпалось, потому что было сфабриковано, и более 200 тысяч рублей было выплачено за моральный вред. Понимаете, вот как можно рассуждать? Я не держала эти документы, у меня не было возможности наблюдать и слушать, кто предал или нет. Вы понимаете, короля делает свита. Но скажи мне, кто там твой друг, и я скажу, кто ты. Окружив себя лицами очень одиозными, с фамилиями, нам сейчас повторять, наверное, эфира не хватит. Не хватит, две минуты. Кто их, так сказать, позволил себя окружить этими людьми. И так, скажем, вот я сегодня тоже, наверное, капитал Маркса, ни одно первоначальное накопление капитала не проходит без нарушения закона. И когда кто-то, вот мы же все предприятия видим, откуда у людей появляются деньги, за счет чего они стоят, так сказать, и как решают, какими намерениями, да, шантажом, собирая там все акции и банкротя многие предприятия. Мне по-человечески, вот когда, видишь, показывали там Никиту Юрьевича, да, жаль там здоровья, отсутствия и все. Очень жаль родителей в этой ситуации, конечно. Ну, в данном случае, да, мы несем ответственность, так сказать, в какой-то степени за свои детей, или нам это больно. Но прежде всего взрослый мужчина, он должен сам за себя нести ответственность. Мы видим его физическое состояние. Но какие действия, кем ты окружил, вот это последствия будем, я вот это понимаю, что те, кто тебя окружал и кого ты собрал, они тебя кинули. Не остановили, может быть, вовремя, что не надо было делать или не надо было финансировать. Мы можем промпарки вспомнить, мы можем того же вот Сенаторова, который зашел у нас в парк у Дворца Мемориала и так далее. Есть плюсы и минусы. Кому-то нравится, кому-то не нравится, как назвали эту скульптуру Маши, бегущая, да, с фонарем. Почему не наших, там, с оттенков, да. Она у них названа совсем по-другому. То есть много вопросов может быть. Марина Сергеевна, последний вот прям вопрос. Вы за судебным процессом следили хотя бы так вот? Вы знаете, очень косвенно, очень отстраненно, когда периодически в интернете там проскакивали, что дает показания второй там и так далее. Вот поставлены спектакли. Факт совершения преступления, я не говорю сейчас его наличие, да. Вот факт совершения преступления был доказан судом или нет, на ваш взгляд? Пусть юристы на это ответят. Потому что я не могу доверять теми другим. Я сказала, как проводится у нас сегодня расследование и доводят до чего. Когда Васильевы возвращают там чуть ли не на 100 или 12 миллионов роскошные украшения и так далее. Обидели девушку. Марина Сазонтова, первосекретарь Кировского горкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Пятого созыва, была в нашей студии. Я благодарю ее за особое мнение. Марина Сергеевна, спасибо и до свидания. Всего доброго. До свидания. Особое мнение на 101FM